В Чебоксарах продолжается реализация программы строительства новых детских садов. Новоселье уже в этом году должны справить и малыши, проживающие в микрорайоне Волжский-3. Успеют ли подрядчики сдать объект в срок, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Новый детский сад этому густонаселенному району и действительно был необходим. Строить его начали в конце декабря. Не прошло и полгода, а на улице Глеба Ильенко уже возвели два этажа. В ближайшее время здесь приступят и к отделочным работам. Сейчас на объекте прокладывают необходимые коммуникации. Сантехнические работы начали с понедельника. С понедельника начали электромонтажные работы, как вы видите. И с понедельника начали кровельные работы. Мы в прошлом году закончили строительство садиков Янтиково, сели Янтиково. Он нам знаком, этот же проект. И как бы на стадии строительства уже этого же садика мы уже просто вносили в свои кассетировки. Те подводные камни, которые у нас были уже в Янтиково, с которыми мы столкнулись. И как бы вот этот второй проект уже нам проще уже строить на данный момент. В новом детском саду планируют создать более 170 мест. Всего же в городе до конца этого года распахнутся двери трех садиков. Очереди среди дошколят чебоксарские власти стремятся сократить уже в ближайшие годы. Причем строительство новых объектов находится на постоянном контроле главы республики. Уже сейчас строители заявляют, что работают с опережением графика. По контракту здание детского сада должно открыться в октябре, но его двери распахнутся на месяц раньше. Ну а вслед за программой строительства детских садов в столице республики стартует и другой проект. Начиная с 2016 года уже начнет действовать программа по строительству школ. И на сегодняшний день уже в городе Чебоксар разработан проект по строительству школы по улице Гладково. И разрабатывается проект по строительству школы микроюн садовой. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. В Чувашии полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с банковских карт. Ими оказались граждане одной из бывших союзных республик. Молодые люди приехали в Чувашию несколько дней назад и решили заработать нечестным способом. Продумали все до мелочей. Установили оборудование, которое позволяло считывать данные банковской карты. И набираемый пин-код на банкоматах Сбербанка около дома МОД в торгово-развлекательном центре «Каскад» и гипермаркете «Магнит» на улице Энгельса. Все трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают потерпевших. Сотрудники миграционной службы провели рейд на рынках Чебоксар. В итоге на одном из объектов нелегально работали 6 иностранцев. Документы проверили у 11 иностранных граждан-выходцев из Средней Азии. В результате проверки 6 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Пятерым из них грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Один иностранец подвергся более суровому наказанию. За повторное подобное нарушение ему придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей и покинуть пределы Российской Федерации.